И сейчас заглянем в будущее. Пока одного из самых проблемных районов столицы, у которого появился шанс вырваться из своеобразного антирейтинга. Капотню ждут грандиозные перемены. Впервые в Москве взялись за комплексное благоустройство не отдельных улиц и дворов, а района целиком. Особое внимание собираются уделить экологии. О программе «Мой район» и о том, как москвичи выбирают свое завтра, а также о смене имиджа и сезонов мы говорили с Сергеем Собяниным. Сергей Семенович, мы сегодня с вами находимся в Капотне. Работы идут здесь полным ходом. То есть можно уверенно говорить о том, что волна благоустройства хлынула из центра на окраины. Я был здесь чуть меньше года назад, встречался с жителями. И они не просили вот ничего таких масштабных работ. Они говорили, давайте вот здесь еще скверик сделаем, давайте мы дорожку там пробьем. Но глядя на район в целом, мне как-то так несколько даже обидно стало. Понимаете, район один из самых сложных в Москве, потому что огромная промышленная зона московского нефтеперерабатывающего завода. С одной стороны, с другой стороны МКАД. И с третьей стороны Москва-река, которая должна вроде бы добавлять им с точки зрения комфортности проживания. На самом деле, большая часть этой территории, она захламлена была. Я своих критиковал исполнителей, и префекта, и коммунальщиков. Вы почему так планируете? Давайте мы посмотрим по-другому на этот район. Сделаем качественную среду. Но люди достойны в Капотне того, чтобы здесь у них не на последнем месте уровень благоустройства был, а на одной из первых мест. Вот такие гигантские работы сейчас развернуты. Самое главное, что откроется вид на реку, прогулочная зона, зона отдыха, спортивные площадки, освещение качественное. 150 гектар одновременно. Это как парк Горького в одном районе. Хорошие остановки. Уличная дорожная сеть, небольшая реконструкция была сделана, чтобы сделать более свободные выезды с территории района. Что касается программы «Мой район», вообще, насколько москвичи активно включились? Пока, наверное, еще не пришло до конца понимания, что такое программа «Мой район». Мы много рассказываем о ней. Это же не только благоустройство, это качественная инфраструктура. Это поликлиники, школы музыкальные, школы библиотеки. Конечно, очень хорошо, что в каком-то районе есть хороший сквер. Человек выходит из подъезда, выходит в свой двор, идет по пешеходной дорожке, доходит до автобусной остановки, едет на работу, возвращается обратно, идет к поликлинике, к школе. И ощущение, его район вообще комфортный, нет, другой, в отличие от того, что там схематично кто-то планирует. Надо посмотреть в комплексе на район, посмотреть все связи внутрирайонные и посоветовавшись с жителями по-другому вообще осмыслить это пространство. Москва фестивальная. Этой весной целый ряд фестивалей прошел буквально на прошлой неделе. Московская весна Акапелла завершилась. Сколько человек посетило фестиваль, сколько музыкальных коллективов участвовало? Михаил, ну вот вспомните, как раньше проходили праздники в Москве, ну, была сцена установлена где-то в парке Горького или на Поклонной горе, все туда столпились, посмотрели, разошлись, и на этом все. Мы стараемся заполнить максимально все общественные пространства в Москве. Например, Московская весна Акапелла приняла участие около 200 коллективов из 26 стран на огромном количестве площадок. Можно было посмотреть артистов из Великобритании, Германии, Соединенных Штатов, Испании, Португалии и так далее, и так далее. Ну, а дальше у нас традиционный фестиваль – это «Рыбная неделя», затем «Времена опох», фестиваль по историческим реконструкциям, самый большой фестиваль в Европе, где будут представлены коллективы тоже из самых разных стран, и мы посмотрим, как выглядели те или иные события 100 лет, 200 лет, 300 лет тому назад. Ну, а лето закончится цветочным джемом, фестиваль варенья, мороженого, городского ландшафта, цветов. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.